Душа, которая дала мне печали и заботы, Иисус, в море и в сне. Слава нашему Господу! Песарь, Родис, пожалуйста, добрый день всем! Благословит вас Господь! Слава нашему Господу за возможность быть вместе. Сегодня мы по благодати Божьей продолжим изучение 2-го послания Коринфяна. Думаю, что будет хорошо и полезно оно для нас. Как и прежде, я опять беру из еврейского перевода, который, на мой взгляд, звучит более доступно для тех, кто, к примеру, может быть, только недавно начал изучать Евангелие и уверовал недавно. Я думаю, что эти послания, которые проповедовал апостол Павел в свое время и писал как письма в церкви города Коринфа, думаю, что они для нас также будут служить хорошим обновлением в Духе Святом, напоминанием в чем-то, ободрением и обличением. И здесь апостол продолжает следующими словами, говоря о том, что церковь ожидает новый дом, новое жилище. Ну, здесь он подразумевает не только небесное царство, которое есть новый дом, но также новые тела, потому что наши тела – это тоже дом. Ну, сейчас мы живем в этом теле, мы знаем, что Евангелие называет эти тела храмом, называет их домом Божьим, поэтому, в принципе, дом Божий – это не дом кирпичный. Ну, мы знаем, мы привыкли, к примеру, люди говорят, идешь сегодня в церковь? Ну, это такая стандартная, стандартная, идешь в церковь? Ну, они думают, церковь – это вот там на улице той-то под номером таким. Ну, нет, не так, это просто традиционное понимание, или вот, к примеру, в какую церковь ты ходишь? Ну, вообще в церковь не ходят. Ну, если говорить евангельским языком, то в церковь не ходят, в дом, так скажем, не ходят. Да, можно сказать, дом молитвы, но это определенное место, где люди собираются помолиться. Но церковь – это сами люди. Поэтому в церковь, по сути, не ходят, потому что ты сам по себе, через рождение свыше и наполнение Духом Божиим, ты сам являешься церковью. Как говорит Господь, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду ихним Богом, они будут моим народом. В Ветхом Завете, да, был храм, который построил Соломон, и Господня Слава была там. Но это был Ветхий Завет. Новый Завет, храм Бога – это мы, Писание говорит. Или вы не знаете, что вы храм живущего у вас Святого Духа, и вы не свои. То есть, не кирпичный храм с колоколами, куполами, не дом молитвы, ну, так называемая. У каждой церкви, хотя у Бога вообще-то одна церковь, даже это должно даже очень странно звучать на языке верующего. У каждой церкви, ну, такое впечатление, как будто у Христа церквей сотни. Ничего подобного, а у него одна церковь. Но мы видим, что вот эти вот традиционные взгляды, или вот такие вот, как ярлыки, да, вот навешанные на каждую динаминацию, они уже настолько въелись. Вот у меня люди спрашивают, в какую ты церковь ходишь? Ну, я так шучу, говорю, я вообще в церковь не хожу. Это, говорю, церковь ко мне ходит. А я, говорю, не хожу, потому что мы у меня собираемся, я никуда не хожу. Ну, в церковь на самом деле не ходят, потому что мы сами и есть церковь, дом живого Бога. Конечно же, хорошо, когда есть отдельное место, где люди собираются помолиться, прославить Бога, послушать проповедь. Все это на своих местах. Итак, здесь апостол говорит, мы знаем, что когда обвечает шатер, ну, синодальный перевод, вы все к нему привыкли, там, хижина, да, дающий нам пристанище здесь на земле, заметьте, он подразумевает это тело, тело, в котором мы живем, называет его шатром, в котором мы имеем пристанище. То есть, живем. Мы получим навеки от Бога нерукотворенный дом. Когда этот обвечает, ну, знаете, обвечал, устарел, заболел и умер. Не человек, шатер. Обвечал, заболел и умер. Человек не умирает, рожденный свыше. Потому что человек, это внутреннее естество, тот, кто создан по образу и по подобию Бога, а это именно человек-дух. Бог есть дух. Он создал человека по своему образу, духом, соответственно. И поместил его в телесную храмину. То есть, мы рождаемся в этой телесной храмине, которая со временем стареет, болеет, разрушается, ну и тому подобное. И здесь он говорит, когда эта храмина, ну, или шатер, как говорится в еврейском переводе, когда он обвечает, станет, то есть, непригодным, чтобы в нем жить, ну, как старый дом, да, вот обвечал, остается снести и построить новое. Примерно то же самое здесь. Когда наши тела станут непригодными для жизни на этой земле, то Бог нам даст новые тела, в которых мы будем жить в другом месте. Итак, и он даст нам приют в небесах, ибо в этом шатре, в нашем земном теле, мы томимся желанием обрести небесный дом, который будет принадлежать нам. Томимся. То есть, это внутреннее мучение, внутреннее стенание. Ну, это факт. Мы постоянно в телах этих по плоти о чем-то скорбим. Ну, недавно я говорил на такую тему в интернете, не здесь, не среди нас, в интернете, относительно там скорбей по плоти, брака и тому подобное. Что для человека лучше, семья или одиночество. Да, в принципе, ничего для него не лучше. Сам человек выбирает, что для него лучше. Но одно заполняется, это как, знаете, вот если человек один, его мучает одиночество. Очень часто, да? То есть, если он, конечно, не скопец в духовном плане, да? Его мучает одиночество. Поэтому вступление в брак для него, как таблетка. А вы знаете, что таблетка, она одно лечит, другое калечит. И, казалось бы, ты принимаешь эту таблетку, ты женишься, выходишь замуж, у тебя все это одиночество покрывается, перекрывается, но ты встречаешься с более другими трудностями. И поэтому Павел говорит, мне жалко вас, верующих. Жалко, говорит, вас, потому что у вас будут скорби по плоти. Ну, он говорит, женитесь, выходите замуж, не согрешите. Он говорит, но я желаю, чтобы люди все были, как я. Ну, опять же, тут кому дано. Я не думаю, что апостол Павел страдал от одиночества, потому что он двигался в духе. Но так или иначе, жизнь во плоти постоянно доставляет человеку, ну, или систематически, периодически доставляет ему скорби и переживания. И здесь он говорит, что пока мы в этом теле находимся, мы в этом теле постоянно, находясь в этом теле, мы стянаем, он говорит, ощущая тягость. Тягость, постоянно какое-то бремя, или в материальном плане, или в духовном плане, духовной атаки, постоянная борьба. И человек от борьбы часто устает. И поэтому, находясь в этом теле, мы стянаем, ощущая тяжесть. Не потому, что хотим снять его с себя, но потому, что хотим одеться в нечто иное, чтобы смертное было поглощено жизнью. Не потому, что хотим снять. То есть, ну, в принципе, никто из нас не желает взять и умереть. Да, вот, там, от какой-то болезни, в каких-то мучениях. Мы все бы хотели бы так, раз в мгновение ока, и измениться. Ну, чтобы не болеть там, не валяться там где-нибудь в кровати, чтобы из-под тебя памперсы не носили. Да, там, это же мучение не только там тому, кто лежит, но и особенное мучение тому, кто так же ухаживает за таким человеком. То есть, никто бы из нас не хотел бы так помирать. Все хотели бы, раз, в мгновение ока, измениться и уйти. И у нас, кстати, есть это обетование, что мы изменимся и в мгновение ока и уйдем. Сядь, пожалуйста, там, на стульчик. Итак, мы всегда полны уверенности, так как знаем... Извиняюсь, я выше проскочил. Хотим одеться в иное, чтобы смертное было поглощено жизнью. Более того, к этому нас готовит Бог. И в качестве залога Он дал нам Свой Дух. Обратите внимание, здесь Он показывает, что залог, который есть Дух Святой, данный нам... Итак, Святой Дух здесь, он показывает, что дается нам в качестве залога того, что у нас есть новый дом, новое тело, что у нас есть наследие от Господа Бога. Поэтому Святой Дух, это еще не само наследие, это только залог. Ну, к примеру, вы что-то покупаете, да? Вам дают залог. Точнее, если вы что-то продаете. Если вы что-то покупаете, вы даете залог. Если вам что-то там... Короче, люди дают залог. Определенную часть. И поэтому Святой Дух, данный нам от Бога, это залог того, Бог поставил это как печать того, что ты уже принадлежишь Ему. И все, что есть у Бога, принадлежит тебе как наследие вечное. Аминь. Итак, мы всегда полны уверенности, так как знаем, что пока мы находимся в своем телесном доме, мы вдали от своего дома с Господом. Ну, синодально говорит, пока мы в теле, мы устранены от Господа. То есть, эти тела являются, по сути, как чертой. Или как стеной, посредством которой мы, или благодаря которой мы не можем войти, вот просто сейчас взять и войти в небесное царство. Хотя мы осознаем, что царство небесное, я не говорю о том, которое сейчас внутри нас, я говорю о том, в котором мы будем. Оно находится в параллельном мире. То есть, человек, идя в небесное царство, он не летит там куда-то в космос, там высоко, высоко, полетела там душа куда-то там за пределы Вселенной, галактики, как космонавт куда-то там взлетел, и летишь там, пробивая атмосферы, стратосферы, куда-то там улетел, как ракета. Ничего подобного. Никуда душа, как ракета, там не улетает. Царство небесное, оно здесь. Оно прямо здесь. Оно прямо сейчас. Оно внутри нас, и оно же снаружи нас. Поэтому, когда человек умирает, он просто переходит в небесное царство. Ну, если он верующий. Если он не верующий был, он переходит в царство тьмы, так скажем. Он идет в камеру предварительного заключения. В ад, ожидая суда от Бога. Все, он там находится. Да. Итак, обратите внимание, что мы, находясь вдали от дома, мы живем верой, а не тем, что мы видим. Вот она, отличительная черта верующего человека. Он ходит верой, тем, во что он верит, а не тем, что он видит. Ну, мы же не видим небесное царство. Мы же туда не ходили, да, сходили, посмотрели. О, да, здесь классно. Да, мы поверим в это, значит, пойдем назад на землю, всем расскажем, поживем, значит, здесь, и туда уже и пойдем. Ничего подобного. Мы ходим верой. Именно через нашу веру мы имеем также соединение со Христом Иисусом. Мы живем верой, а не тем, что мы видим. Мы уверены и потому предпочли бы покинуть свой телесный дом и отправиться домой к Господу. Почему апостол Павел говорит с такой уверенностью? Да потому что в других посланиях он говорил следующее, что верующий в Него, то есть в Иисуса, имеет свидетельство внутри самого себя. Неверующий, скептики, атеисты и прочие представляют это свидетельство лживым. То есть они не верят. Почему? Ну, потому что они требуют, а докажи. Знаете, они говорят, оттуда никто еще не возвращался. Ну, что вы брешете? Иисус возвращался. Он же умер и воскрес. И не только Иисус, даже Лазарь оттуда возвращался. И не только Лазарь, мертвая девица, помните, да? Тоже оттуда возвращалась. Как это? Это же лгут, когда говорят, оттуда никто не возвращался. Неправда. А Иисус оттуда пришел, Иисус умер и воскрес. Так что многие люди из смерти возвращались. Но они не верят. Это так же, как в рассказе о богаче Лазаре, когда богач говорит Моисею, да, там, Аврааму на лоне, там, воды бы, там, может, куда там пойдет, расскажет, там, о Боге. Да не, говорит, ничего подобного. Даже если мертвые воскреснут, все равно не поверят. То есть, если человек не верит, он реально не верит. Пусть хоть мертвый воскреснет, он скажет, а он не умирал, это был литургический сон. То есть, найдут объяснение всему. Скажут, он не умирал, это медицина, когда смерть констатировала, на самом деле ошиблась. Вот. Когда человек исцелился от какой-то смертельной болезни, тоже говорят, ну, говорят, это организм имеет самовосстановление, усилие воли, значит. Ну, мертвому-то они не скажут, что он усилием своей воли воскрес. Ну, скажут, ну, значит, это самое. Ну, не умер он просто, литургический сон был у него тут. Уснул, проснулся. То есть, они объяснение найдут. Но мы понимаем, что сила Божья действует, воскрешая мертвых, исцеляя больных и так далее. Итак, здесь он говорит, потому что, находясь дома или вдали от дома, мы всеми силами стремимся угодить Ему. Угодить Богу. Тут тоже проблемы бывают у верующих. Их как только не научат Богу угождать с соблюдением одного, другого, третьего, угодить там, ну, я не знаю, там из кожи вон лезут. Но Писание четко показывает, что нужно делать, чтобы угодить Богу. Просто верить. Ну, чего бы могло бы быть еще проще? Написано, что без веры Богу угодить нельзя, потому что всякий, кто к нему приходит, должен верить, что он есть, и ищущим его воздают. Хочешь Богу угодить? Верь. Это есть дело Божье, чтобы веровать в того, кого послал Бог. В данном контексте говорится об Иисусе Христе. Это есть дело Божье. Итак, мы стараемся Ему угодить, угождаем мы верой. Это мы понимаем. Оправданы также через веру, праведны через веру, святы через веру, совершенны через веру. Я думаю, что вы верите, что вы совершенны в глазах Божьих. То есть, совершенно не то, что вы каждый день видите в зеркале, а совершенно то, что было возрождено Духом Святым вот здесь, внутри, за завесой и оболочкой этого тела плоти. Да, вот то, внутреннее, возрожденное, соединенное с Господом посредством Святого Духа, является совершенным. Потому что послание евреям говорит, что одной жертвой он навсегда соделал совершенными нас, то есть, жертвой крови Иисуса Христа. Совершенными. Поэтому христианин возрожденный свыше, он совершенен по своему внутреннему человеку. Дальше он говорит следующее. Все мы предстанем перед судом Мессии, где каждый испытает на себе хорошие или плохие последствия того, что он делал, пока находился в теле. В другом месте говорится, в Синодальном, все мы предстанем на суд Христов. Кстати, это место, я хочу понимать, следующее, потому что некоторые верующие думают, что они будут судимы. Но здесь не совсем так. То есть, есть суд, это насколько я вижу, в качестве подотчетности Богу. Потому что каждый из нас отчитается за свою жизнь. Но Иисус говорит следующее. Верующий в Меня не судится. То есть, в качестве подсудимого, как это будет суд и так далее, верующий там не будет. Потому что апостол Павел пишет, что или вы не знаете, что мы будем судить мир и ангелов. То есть, верующий будет выступать со Христом в качестве судьи. То есть, он не будет в качестве подсудимого. Но в плане того, что мы дадим отчет, как говорится, на суд Божий, но не тот суд, который ждет этот мир, ангелов, бесов и так далее. То есть, верующий не судится, иначе тогда жертва крови напрасна. То есть, если ты сейчас оправдан верой, спасен верой, освящен верой, опять же, через принятие Божьего слова, что тебя судить? Если Христос был осужден за тебя, если он суд весь твой понес на себе, тогда ты не подсуден. За что тебя тогда еще? За что тебя судить? Если Христос будет нас судить подобно этому миру, тогда он напрасно умер. Зачем тогда? Тогда мы только своими делами оправдываемся, нужно тогда только зарабатывать себе бонусы на небесах. Баллы постоянно нужно зарабатывать, бонусы там, вот там, как-то там выслужиться надо, ну, чтобы тебя не выгнали с небесного царства, чтобы тебя в ад не выкинули, там, если что. Нужно как-то вот доказать, значит, себя достойным. Но это тогда не христианство. Христианство, которое принес Иисус Христос, Евангелие, которое Он принес, оно как раз-таки заключается в том, что не по нашим делам Бог дал нам спасение, не от наших дел спасение приходит, чтобы никто не хвалился, потому что если бы все от наших дел, мы бы начали превозноситься один над другим. А вы заметите, у многих верующих это есть, вот это превозношение, да, кто-то там что-то делает, кому-то помогает, жертвует, там, еще что-то, там делает. Бывает у людей такая нотка, они возносятся в этом, гордятся. Чем? Своими делами. Но заметьте, Бог вообще не оправдывает человека, не дает ему оправдания никакими делами. Невозможно никакими делами оправдаться перед Богом. Когда ты придешь перед Ним, встанешь, ты не скажешь, Иисус, я жертвовала на земле бедным, поэтому я имею право войти в небесное царство. Я уже говорил, вот представь, вот просто постоянно это повторяю, вот представь, если сейчас вот это, раз сейчас вот выскочишь со своей храмины, раз такой, встал перед Иисусом, и вот он стоит, вот ты стоишь, и вот, к примеру, почему ты туда должен зайти? Ты встал бы, и я в небес, ты же во тьму не хочешь внешнюю, где стон, плач и скрежет зубов, правда? Потому что захочешь в царство войти, правда? Представь, опа, душа так в дверях и встала так, раз так, опа, и что? А почему ты туда войдешь? И что ты будешь нам рассказывать? Я был хороший папа, не? Я зарплату всю жене отдавал до копеечки, поэтому я годен в царство войти. Ну так атеисты, даже богохульники тоже могут быть хорошими мужьями до копеечки. Скажешь, я детей рожала одного за одним, я у пейсятников была в церкви, научили, что сказали, я спасусь чудо-родием, Иисус, я всю жизнь только и знала, что рожала членов церкви новых. Что? Я теперь в царство должна войти. Ни разу в жизни не предохранилась, в отличие от этих харизматов и прочих. Всю жизнь рожала, развалилась, вот умерла на десятом. Точно в царство ты меня должен за это теперь пустить. Ну, как? Или кто? Пастор скажет, я всю жизнь проповедовал проповеди, поэтому я должен, ты мне обязан теперь, я всю жизнь потратил на то, что проповедовал. Что? Ну, вот я проповедник. Что я встану и скажу, Иисус, здравствуй. Пусти меня в царство, потому что я тут проповедовал всю жизнь. Так что ли? А тогда, если у нас Николай не проповедовал всю жизнь, что скажет? Что Николай будешь говорить вообще? Ну, как бы нам смешно, но когда мы перед ним встанем, смешно не будет, это правда. Ну, я думаю, несмотря на то, что Бога любишь, все равно человека, знаете, благоговейный страх охватывает. Это правда. Это правда, да. То есть, что ты скажешь? На каком основании ты туда годен войти? Я просто к чему это говорю? Я хочу, чтобы мы вообще осознали, что такое благодать. Не существует ни одного доброго дела, благодаря которому ты будешь достоин туда войти. Туда вообще никто не достоин войти, если уж на то пошло. Потому что в книге Откровения, даже когда мы читаем когда Иоанн увидел запечатанную книгу и голос там в небесах сказал, спросил, кто достоин взять книгу и снять с нее семь печатей? Считайте дальше. Там были старцы, там множество народу было, там было все окружение. И никто, только вдумайтесь, никто в небесном царстве не был достоин, чтобы взять ту книгу, кроме одного, Иисуса, Агнса Божьего. Так поймите, что небеса заполнены людьми, которые недостойны там быть. А как они там оказались? Что думаете, Павел достоин? Был по своим делам? Да его за то, что он гнал церковь Божию, вообще, если вот так рассуждать, то Бог по праведности должен был Павла живьем сжечь, не просто ослепить ему глаза, сжечь его в пепел за то, что он гонит его церковь. Не просто ослепить, а вообще его испепелить там, чтобы один прах упал бы там и ветром бы рассеялся бы там где-то. Бог очень милосердный. Кого? Петра, что ли? Вы помните, Петр вообще от него там отрекался там еще перед женщиной какой-то. Я, говорит, вообще не знаю, кто этот человек. А потом тот же апостол, можете себе представить, вот я всегда это показываю, какой Бог милосерден. Представьте, в саду у Иисуса приходят брать, Петр достает нож, отрезают ухо рабу. Можете себе представить, чтобы я сейчас кому-то ухо отрезал? На мне бы приткнулись бы все реально. Я вообще смотрю, приткнулись бы и сказали бы, это не христианин, это не проповедник, это дьявол. Вот он, плоды сказали бы, вот оно, все христианство вылезло. К примеру, да, вот я бы сейчас ухо кому-то отрезал. Ну, как Петр, да, с такой, ну, за веру в Иисуса. Ну, Петр же за Иисуса уши резал, да? И вот я, к примеру, кому-то за Иисуса сейчас отрежу ухо. Приткнутся все. Ну, я не собираюсь уши никому резать, чтобы никто на мне не приткнулся, потому что сегодня христиане слишком, это, такие ватные стали, мягкие. Ну, представьте, это апостол с ключами. Попробуй потом докажи, что у тебя ключи, царство неба. И он скажет, да, мы знаем, как ты уши резал. Какие там ключи? Успокойся, Петя. Сказали бы, иди. Я вам просто реалии из жизни говорю. Но это был апостол Иисуса Христа. Да, он отрубил рабу ухо, да, он его ему отрезал. Я не думаю, что с любовью резал ухо. Я думаю, в гневе, чтобы отрезать ухо, это, представьте, как нужно разгневаться, чтобы кинуться на человека и отрезать ему ухо. Может быть, он хотел горло перерезать, не знаю. Может быть, попал по уху, тут неизвестно, что там в этой агонии происходило. Да, может быть, хотел и горло перерезать, тут неизвестно. Может быть, да, действительно по уху попал. Понимаете, но я говорю о том, что посмотрите, тогда кто? Что Петр бы ухо и отрезал, от Христа отрекался, лицемерил, уже будучи апостолом, вместе с Варнавой, и тот даже под Петра подмазался. Апостол с ключами царства. Я же говорю, представьте, я бы сейчас лицемерил бы конкретно, и все бы это видели. Сказали бы, эх ты, плоды твои негодные, а что нам тут проповедуешь, только чеши отсюда. Вот Петр таким был, Петру вы не скажите, чеши отсюда со своими посланиями. Не, я не говорю, я ничего не, я просто пример привожу, да, на то, чтобы вы поняли, насколько милосерден вообще Бог, что туда, в небесное царство, никто по своим делам не попадется. Иисус, я 20 лет верил, 20 лет ходил в собрания, я молился три раза в неделю, будешь бить себя в грудь, помните, был один, бился в грудь, я плачу десяти, но пащусь три раза в неделю, не то, что этот мытарь. Что? Нечего будет сказать. Единственное, туда мы можем войти только потому, что Писание говорит, он возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. Часто верующие превозносятся над этим миром, считая грешников, людей, каким там, третьим сортным, или каким, самым низшим, смотрят на этот мир, фу, фу, когда Бог уничтожит это все, это мерзко, это все там, блудники, воры, прелюбодеи, там все, забыли сами, откуда вылезли. Хуже же были сами. Хуже. То есть, когда человек основывает свое спасение на своих делах, он становится хуже фарисея. Потому что фарисеи, которые основывали свое спасение на делах, они хотя бы на делах закона основывались, и это было актуально для них. Правда? Делами закона они хоть на этом основывались. Но когда христианин в учении Нового Завета пытается основывать свою веру и спасение на своих делах, он становится хуже, чем фарисей. Я думаю, вы сами согласитесь. Потому что весь Новый Завет показывает вот этот фундамент, что спасение не от дел, не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милосердного. Когда ты умрешь, когда-то ты умрешь. Может сегодня, может завтра, не знаю когда. В любой момент может так и тебя нет. И подумай, почему ты туда зайдешь? Наверное, только потому, что Иисус тебя полюбил. Другого основания не существует. Не существует. Любовь Божья. Ты уверовал, ты принял Его как Спасителя, Он принял тебя. Исключительно на основании веры и благодати. Конечно же, я тут не говорю, что теперь мы не должны делать никаких добрых дел, что теперь все. Аллилуйя в небеса чисто по вере. Да, по вере. Но наши дела это плоды нашей веры. Как вера без дел мертва, как говорит. Правильно? Покажи, если ты веришь в Иисуса, говорит, покажи мне твои дела. Какие дела? Дела веры, вы знаете, да? Исцеление, воскрешение мертвых, там, хромые ходили. Иисус же говорит, много добрых дел я показал вам от Отца Небесного. Какие Он добрые дела показывал? Баптисты говорят, или Писяди, добрые дела, это там, не знаю, вскопать кому-то огород, перевезти старушку через дорогу, там что-то. Да нет. Добрые дела, которые делал Иисус, это были исцеление, воскрешение, там, и так далее, и тому подобное. То есть, это и есть дела Божьи, которые также Церковь Божия створит. Но есть добрые человеческие дела, которые также на своем месте находятся. Но великое милосердие Божье только оно может привести тебя в Небесное Царство. Поэтому, дальше он говорит, страхом Господнем, который мы видим перед собой, мы стараемся убеждать людей. О страхе Господнем я уже говорил. Страх происходит из закона. Страх Господнем. Потому что, помните, до закона грех людям не вменялся. И вот, когда грех людям не вменялся, они до того распустились, что Богу для того, чтобы народ свой содержать в святости, Он был вынужден дать закон. То есть, если бы люди жили бы по благодати, по любви, и так далее, не творили бы беззаконие, друг друга бы не пожирали, Богу бы и не было бы нужды давать вообще закон. Но Он дал закон для того, чтобы содержать человека плоть его в страхе. И вы помните, там, за определенные грехи наказание было даже смертью. А по-моему, страх перед смертью, наверное, самый сильный страх, который только есть у человека. Да? Казы. Поэтому человек содержался в рамках страха по закону и из-за страха не грешил, так скажем. Ну, если там иногда там и спотыкался, то там жертву приносил по закону. Но Новый Завет это не служение Богу из страха. Новый Завет это служение Богу из любви. Иисус говорит, если боитесь меня, кто боится меня, тот соблюдает слово мое. Так Он сказал? Нет. Он сказал, если любите меня. Новый Завет и хождение перед Богом это любовь к Богу. Мы служим Богу не потому, что мы в ад боимся попасть, не потому, что нам страшно, мы тут в страхе ходим, потому, что Бог в любой момент нас убьет. Мы христиане, потому, что мы любим Бога. Правда? Страх полезен, полезен и правилен на твоем первоначальном пути хождения в Боге. Но когда ты начинаешь любить Бога, ты уже из любви не грешишь. Это пример. К примеру, муж жене может не изменять по двум причинам. Первая причина. Он боится. у него есть страх, что если она узнает, она его бросит. И поэтому он не прелюбодействует. Есть вторая причина. Он просто ее любит. И только лишь потому, что он ее любит, он не прелюбодействует. То же самое и в отношениях с Богом. Если ты не грешишь, условно говоря, потому, что тебе страшно грешить, потому, что Бог тебя в ад отправит, то значит ты еще не совсем христианин. Ты продолжаешь как бы оглядываться назад на плух. Помните, Иисус говорит, всякий человек оглядывающийся на плух ненадежен для Божьего Царства. Плух это закон. Потому, что они по закону боялись грешить, смерти боялись, наказания боялись и содержались таким образом через страх в Божьем Слове. Новый Завет это уже второй этап отношений с Богом. То есть, ты не грешишь, потому, что ты любишь Христа. Вот это и есть Новый Завет. Страх для плоти, любовь для внутреннего человека. Мы духом живем для Бога. В духе ходим, по духу поступаем. Это все связано с любовью Божьей. Хотя, я не отрицаю страх. Библия говорит, некоторых чем спасаете? Страхом. Страхом. А где его брать? Мы берем из Писания такие места Писания, которыми реально можно загнать человека в страх. И через страх он обращается к Богу. Даже песню мы такую поем. О, благодать спасен тобой, есть пучин и бед. Нам говорится, благодать. Сперва вселила Божий страх, затем дала покой. Правильно? То есть, но страх он не вечен. Согласитесь? То есть, многие люди, которые приходят к Богу на основании страха, страх у них кончается. У кого-то раньше, у кого-то чуть позже. Через полгода, через год, через три года страх кончается и они пускаются во все тяжкие. Грешат. Почему люди грешат? Страх потеряют. Так вот, страх проходит. Можно человека запугать. Таких, знаете, докрещения я видел много раз через страх. Увидели там какой-то кошмарный сон, что-то во сне в ад куда-то идут, перепугались на основании, каются тут же со страху и бегут крестятся. Таких людей даже тут были в собрании, их сейчас нет. Они в мире давно ушли и про Бога забыли. Почему? Из страха к Богу перебежали, но не полюбили. Вы понимаете, в чем суть? Да. Вот в чем суть. Поэтому некоторых спасаем страхом, а к другим милостливо с рассмотрением, как говорит апостол. Поэтому из страха ты должен перейти в состояние хождения в любви. То есть ты должен полюбить Иисуса. И если ты живешь по Новому Завету, ты живешь в любви Божьей, ты не грешишь только потому, что ты любишь Его и потому, что, как говорится, любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым. Я думаю, хороший пример показал. Идем дальше. Здесь он говорит, страхом, который мы видим перед собой, мы стараемся убеждать людей. Во-первых, кого? Грешника. Убеждаешь страхом. То есть он должен реально испугаться наказания за свою жизнь, за свои грехи. То есть он должен испугаться. Потому что ну, плоть, на плоть воздействия, кроме страха, ну, если грешнику просто говорить, Иисус любит тебя, ну, как обычно, Он умер за тебя, Аллилуйя, Он тебе не вменяет грехов. Тогда что человеку бояться? Он и будет дальше грешить. Да Иисус меня скажет, любит. Аминь, Аллилуйя. Он меня и таким любит. Буду дальше грешить. То есть на первоначальном этапе страх. Страх должен быть. Как и здесь Павел говорит, что мы страх Божий сначала преподносим. А потом уже человек возрастает, он переходит действительно в стадию любви. И вот человек, который полюбил Христа, никогда от него не отпадет. А на страхе далеко не уедешь. На страхе ни одна семья не продержится. Если жена боится мужа, что он ее там бросит, или муж боится там, мы там не прелюбодействуем, потому что мы боимся, что кто-то кого-то потом бросит. Такая семья долго не продержится. Именно на любви строятся взаимоотношения и в семье, и в церкви, и во всем. Итак, более того, Бог знает, каковы мы на самом деле. И я надеюсь, что вы в своей совести так же знаете, каковы мы на самом деле. Здесь Павел о себе говорит. Мы не представляемся вам опять, но даем повод гордиться нами, чтобы вы могли дать ответ тем, кто больше хвалится внешним видом, нежели внутренними качествами. Это, в принципе, то, о чем сейчас и сказали. Если люди гордятся внешним, но не внутренним, помните, некоторые хвалились обрезанием, тем, что они обрезаны. Хотя Павел говорит, обрезание, в принципе, ничто. Если мы безумны, то только ради Бога, а если находимся в трезвом уме, то только ради вас. Ибо любовь Мессии овладела нами, потому что мы убеждены, что один человек умер от имени всего человечества. Подразумевается, что все человечество было уже мертвом. То есть, здесь он говорит об Иисусе Христе, как о человеке, который умер за наши грехи. И что он умер ради всех, чтобы живущие уже не для самих себя жили, а для того, кто умер за них и воскрес. Вот почему. Через свое обращение к Богу, через Голговский крест, через новое рождение, наполнение Духом Божьим, мы начинаем жить для Бога. То есть, мы понимаем, что мы должны были умереть, мы должны были пойти в ад, нам, по сути, ничего не давало, как бы, право на спасение. Вместо нас умирает Христос. Для чего? Для того, чтобы теперь мы уже могли жить для Него. И во Христе мы умираем для этого мира и воскресаем для того, чтобы жить уже в новой обновленной жизни. Кстати, апостол Павел говорит, что я умираю каждый день. То есть, не только там умер, когда крестился 20 лет назад. О, Иисус, я умер, слава Богу, для мира. И вроде как бы умер, как бы и умер, может даже действительно умер, но если не бодрствуешь, умер для греха, для мира, смотришь, через 3 года опа, там начинают клетки, так скажем, греховной плоти оживать постепенно так. И потом смотришь, уже там, пальцы зашевелились у этого мертвеца для греха, там еще что-то там. Руки, ноги. То есть, Павел говорит, я каждый день умираю. Умираю каждый день. И именно вот здесь также Павел, мы уже говорили об этом, показывает ключ для победоносной жизни. Я, говорит, умираю каждый день, чтобы сила Божья действовала во мне. То есть, вот единственный секрет, приходящий силы Божьи, это смерть для себя. Для своих плотских чувств, для вот этих всех вещей, там, как говорится, у страха глаза велики, да, там, то есть, человек что-то видит, ему страшно становится. То есть, страх, он парализует веру. Это правда. Страх, он парализует. Вера у Петра была? Была. До тех пор, пока шторм, помните, когда они в лодке были, он увидел Иисуса, и говорит, Иисус, если ты, если это, если это ты, скажи, и я тоже пойду. Встал и пошел. Правда? Вообще здорово. Представьте, Петр идет по воде. Тут начинается вихрь. И тут, что происходит? Глаза Петра видят надвигающуюся бурю, и вот этот страх парализует в нем ту веру, благодаря которой он пошел по воде. То есть, ты можешь быть верующим, рожденным свыше, я могу быть верующим, рожденным свыше, но если мы даем место страху перед чем-то, то страх парализует веру. Вот почему часто мы как верующие не можем действовать в Духе Святом, потому что именно страх служит барьером, препятствием. К примеру, ты заболел, и у тебя страх, вдруг я умру. И вот этот страх блокирует веру, человек не может двигаться верой. То есть, если мы как Церковь Христова научимся через Дух Святой побеждать страх, который блокирует веру, тогда наша вера будет высвобождаться и проявляться. Именно страх веру блокирует. Страх в глазах Петра заблокировал ту веру, благодаря которой он пошел, и прямо там он начал тонуть. Ну, опять же, Библия показывает нам благодать Божию, несмотря на неверие Петра, Иисус его взял и вытащил. То есть, это еще большая мера благодати Божьей, как кто там говорил в Писании, Господи, верую, но помоги моему неверию. Я-то верую, но помоги. У апостолов тоже были проблемы с верой, когда они, к примеру, из одержимого бесов выгоняли. Не могли. То есть, факт того, что они стояли перед ним и изгоняли его, был, но он не выходил. То есть, внешне все видно, да, молятся там, беса гонят, а он никуда не девается. Иисус, говорит, показал, что маловерие, проблема с верой, возможно, страх был какой-то в них, который блокировал веру. Но страх, это действительно проблема, потому что именно страх парализует в христианине веру. Идем дальше. Итак, отныне, отныне мы не смотрим на людей глазами мирского человека. Ну, как хорошо, да, говорится, вот в еврейском. То есть, рожденный свыше, он не смотрит на людей глазами мирского человека. А чьими глазами же мы смотрим на людей? Глазами Иисуса Христа. Вот знаете, это проблема. Мы вот встречаем каких-нибудь негодяев в жизни, и мы на негодяев смотрим часто на подлецов глазами мирского человека. Думаешь, ты гад. Бог бы тебя осудил, гада. Ну, я так, к примеру, да, говорю. Какие же вы гады все. Или вот мирской человек что делает? Вот он судит политиков, там, Путина судит, там, Порошенков судит, там, всех ненавидит коррупционеров, ненавидит власть, там, пусть даже, там, коррупционную. То есть, почему? Он смотрит глазами неверующего человека. Потому что обычно неверующие кого-то обвиняют в своих проблемах. Правильно? Неверующие кого-то. Путин виноват, Ельцин виноват, все виноваты. Кругом все виноваты. Один он ни в чем не виноват. Ну, так не бывает. Но здесь Павел говорит, мы смотрим на людей не глазами мирского человека. И вы знаете, когда смотришь на христианина, который, там, призывает к войне, там, к каким-то бунтам, там, кого-то, там, обзывает, поносит, там, потому что он смотрит на человека глазами мирского человека. Но любой человек, даже самый конченый негодяй, надо помнить, что этот человек создан по образу и подобию Бога. И нужно понимать, что это Божьи дети, но живущие во грехах. потому что даже Иисус говорит, что всякий гневающийся на брата своего уже убил. Вот интересно, сколько людей убил ты, пока был неверующий? Иисус говорит, Ну, Иисус говорит, гневающийся убил, а верующий, когда гневается, интересно. То есть, это тоже, это проблема. Поэтому я уже говорил, мир так устроен, со всех сторон, чтобы искушать постоянно христианина. Или гневом, или ненавистью к кому-то. Вот почему мы нуждаемся просто в избытке любви Божьей, опять же, которая будет служить нам же во благо, чтобы мы не злились ни на кого, не раздражались и не гневались, и не желали бы кому-то побыстрее, так скажем, даже если он и черт рогатый, чтобы мы не желали ему отбросить копыта побыстрее. Ну, к сожалению, христиане часто ждут, пока кто-то там помрет, и они будут плясать на его костях. Это проблема? Почему? Смотрят глазами мирского человека, не имеют любви. Да, тяжело любить врага, но Иисус так сказал, люби его, будь совершенен, как Отец Небесный. Если, вы будете любить только тех, кто любит вас, что толку вам тогда? Идем дальше. Даже если, не когда мы рассуждали о Мессии с мирской точки зрения, больше мы этого не делаем. Вы знаете, мирская точка зрения об Иисусе. Их там сотни точек зрения. Но у нас точка зрения о нем от Духа Святого по откровению. То есть, мы не рассуждаем об Иисусе, как рассуждают плотские люди. Вы знаете, как плотские. А если любишь, докажи. Если любишь, помоги. А вот если бы Бог любил, Он бы помог. Помните, Иисус, когда на кресте висел. Плотские люди как рассуждали? Если он угоден Богу, пусть помилует его, пусть придет, спасет его. То есть, вот вам взгляд. Они думали, что настоящий Мессия, если придет, Бог как встанет за него горой, что с него ни один волос не упадет. Поэтому, когда Иисус висел на кресте, они таким образом по-своему пытались различать, какого Он духа. То есть, они орали, если ты Божий Сын, сойди с креста, если он угоден Богу, пусть придет, его спасет. То есть, они думали, если служение Иисуса богоугодное, сейчас обязательно Бог придет и его спасет. С креста снимет, всех там поразит, разгонит, не отдаст своего сына в обиду. Они так думали, почему? Как плотские, мирские, грешные люди, наполненные завистью и злобой. Я всегда люблю говорить, да, они орали, пусть сойдет с креста. И он на самом деле с него сошел. Он сошел, правда, но только не так, как они хотели. написано, он духом сошел в преисподнюю. Пока тело его висело на кресте, он действительно духом сошел в преисподнюю. Лишил дьявола силы, власти, пока толпа там наверху бесновалась, орала, Иисус в это время сходит духом в преисподнюю, лишая дьявола, так скажем, власти, как говорится, подверг его позору. Они там бесновались, если он угодит Богу, пусть сойдет с креста и так далее, и тому подобное. Да, сошел, не так, как они хотели. И воскрес. Мы не смотрим, как мирские люди, потому что человек находится в союзе с Мессией. То есть, мы не смотрим на Иисуса по плоти, как мирские люди, потому что, если человек находится в союзе с Мессией, то есть, с Иисусом, он новое творение, старое прошло. Вы смотрите, признак заново рожденного христианина, это когда он смотрит на мир и на все окружающее глазами Иисуса Христа. То есть, по-моему, нет ни одного лучшего доказательства. Если ты смотришь по-мирски, как мирские люди, ты еще не возрожден. Если ты смотришь на все глазами Мессии, это верный признак того, что ты возрожден. Ну, если христианин смотрит по плоти, я могу допустить, что он, к примеру, по плоти поступает, а не по духу. Но все же, это хорошее доказательство этого. Взгляни вновь, значит, он новое творение, взгляни вновь, явившееся, ново и свежо. Ну, человек, он новый и свеж, да? Все это от Бога, который примирил нас с собой через Мессию и поручил нам этот труд примирения. То есть, примирив с собой человечество через Мессию, не вменяя людям их грехов. Еще одно прекрасное доказательство, что Бог нас с собой примиряет исключительно через Иисуса, через Мессию, не через дела. То есть, здесь не говори, через ваши дела и так далее, через Иисуса примирил. Это должно быть прекрасным откровением для нас Божьей благодати, которая даст нам действительно силу и еще больше уверенность в Божьей любви к нам. А мы знаем, что любовь Божья к нам открылась через Иисуса Христа. То есть, мы не должны как люди смотреть. Если Бог нас любит, значит, Он нам даст машину. Ну, обычно я же приводил пример, как вот женщина. Если любишь, докажи, купи новые сапоги. Ну, правильно, женщина, она так думает. Если муж любит, значит, он во всем заботится. А если не заботится, значит, не любит. Ну, это факт. То есть, это естественный женский взгляд. Самое плохо, когда церковь, как женщина, начинает так думать об Иисусе. Если любишь, докажи. Ага. Не дал мне, значит, колбасы палку. Сомневаюсь я, Бог, в твоей любви. Не дал мне новую машину. Чего-то я не верю, что это, ты меня любишь. Но, к сожалению, у многих христиан сегодня, вот, глаза только так вот и направлены. Они думают, что доказательство любви, это когда у тебя полный холодильник, когда у тебя хороший дом, новые ботинки, там муж хороший, жена хорошая. Говорит, вот это доказательство того, что Бог меня полюбил. Тогда как быть с теми, которые скитались в милотях, в козьих шкурах, терпели недостатки, были перепиливаемыми. Чего, проклятые были? Неиспешные. То есть, посмотрите, мы часто думаем, так если смотреть такими глазами, ну извините, тогда олигархи самые благословенные Богом люди. Это вообще яхты, машины, все. Да. Вот это, если судить так, ничего подобного. Но там говорится, о тех, кто скитался, понятно, они ради Бога скитались, из-за правды скитались, но послание евреев говорит, весь мир их был недостоин. Они скитались, были убиваемы, перепиливаны, их жгли. Что только с ними не делали, с этими верующими. Вы посмотрите, насколько современное христианство извратилось. То есть, они думают, что материальный избыток это доказательство того, что тебя любит Бог. Тогда, если так рассуждают, значит, Бог Иисуса вообще не любил. Ну, говорится, что птицы имеют гнезда и лисицы имеют норы, а вот Иисусу, Сыну Человеческому, негде было головы преклонить. Тогда вот это учение о материальном, о доказательстве любви в материальном плане что-то не вписывается тогда вообще никак. Павел говорит, мы, говорит, скитаемся, мы, говорит, как ссор. Павла били. Можете себе представить, проповедник, Бог его послал с проповедью, он доезжает, помните, до какой церкви Павел добрался, и он говорит, вы там настолько меня любили, что если бы возможно было, вы бы свои очи вырвали бы и мне отдали. Я представляю, как Павел стоит, апостол весь избитый, шишки, синяки на глазах, весь побитый, может быть, там нос вот так сломан. Его били палками, камнями, вы помните, выкидывали за ворота. И вот представьте, он такой стоит, проповедует, а кто-то бы думал, если бы Бог его послал, он бы его точно сохранил бы. Он бы не допустил бы, значит, Павел не по воле Божьей точно ездит. Потому что, откуда у верующих это в голове вообще взялось? Если Бог послал, то Он тебя везде от всех сохранит. Что-то Павла не хранил. Почему не хранил? Потому что в самом начале ему сказал, я покажу тебе, как ты за Меня пострадаешь. Говорит, ты будешь страдать за Меня? Иисус говорит, меня гнали, вас будут гнать. Иисус нигде не говорил, я вас защищу от гонений. Он говорит, вас убивать будут. Он нигде не говорит, когда вас захотят убить, я пошлю ангела и парализую их инфарктом, и они не смогут вас убить. Он не сказал, когда вас поставят к стенке расстреливать, я сойду и остановлю пули, они перед вами замрут и посыпятся вам под ноги. Да ничего Он не обещал. Он сказал, вас убивать будут. Павел говорит, мы как эти, как агнцы, обреченные на заклане. Нигде Иисус не говорил, я за вас заступлюсь, когда вас убивать будут. Он сразу показал, вы жертва, Иисус был жертвой. Фарисеи так думали, если он Богу угоден, значит он его защитит. Ничего подобного, Иисус и пришел для того, чтобы умереть за грехи людей. И апостолы умирали, сжигаемы были, перепиливаемы, кого-то там распинали. И Бог не останавливал, потому что он заранее Иисус пророческим словом предупредил. Иисус говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Он нигде не сказал, я вас огражу, как в теплицу деток посажу, будете у меня растениями, я вас буду опылять духом святым. Как растения вот эти, как женщина ходит, пш-пш-пш-пш, опыляет, чтобы они не закочурились на окошке цветы. Нигде Иисус этого не обещал. Он сказал, мужайтесь, вы будете иметь скорби, всякий убивающий вас будет думать, что служит Богу. И так и было в истории. Это сегодня мы, слава Господу, вот так. Сегодня нас никто, может быть, пока не притесняет, не запрещает христианство. Вот такое время наступило. Хотя совсем еще недавно христианство было под запретом. Пожилые братья и сестры знают это прекрасно. То есть, ну как-то так. Сегодня христиане полны иллюзий. Вообще, они о Боге думают так, как Он никогда не говорил. В принципе. Что Он защитит там, да, защищает как бы, да. Если срок жизни твоей не подошел к концу, да, Иисуса не могли сбросить со скалы. Да, я понимаю. Он прошел мимо них. И то я слышал свидетельствовать, что это был субботний день, а по субботам рук нельзя было, налагать. Только по этой причине они его, мне один брат рассказал, и мне это приемлемо, они хотели его плечами со скалы столкнуть, потому что руками не могли его взять, чтобы выкинуть его с обрыва. Суббота была, нельзя. Грех по субботам со скалы кидать, видите ли. Был бы другой день, наверное, точно бы схватили и выкинули. Да, жизнь Иисуса была сохранена. Жизнь Павла была сохранена до определенного времени, что там, помните, группа фанатиков договорилась не есть, не пить, пока Павла не поймают и не убьют. Думаю, что они с голоду так и умерли. А Павел живой был. Да, он терпел крушение на корабле, мог бы умереть, но все выжили, даже когда гехидно повисло у него там. Он ее струкнул в костер и дальше общались, все сидели, думали, наверное, этот человек, сначала думали, что он грешен до мозга костей, потом думали, что он, наверное, Бог, раз не умер. Понятно, что Бог хранит, но в принципе, в основном, все верующие, включая пророков, божьих слух, верующих первое время, в основном, это люди, которые оказались жертвой, убитыми. В основном. Мало кто умирал от старости своей смертью, так сказать. В основном умирали от рук нечестивцев. Такая смерть каждого праведника. И эта смерть такая, богоугодное дело, потому что единственные евангельские страдания, которые богоугодны, это страдания за веру. Все. Если ты страдаешь за веру, это богоугодно, это полезно, это хорошо, это благословенно, и это тяжело, но награда будет у тебя. Если ты только страдалец от того, что у тебя ботинки старые, ты страдалец там, я не знаю, какая тут тебе награда. Понятия не имею. Ну, или мне. Ну, идем дальше, друзья. Итак, мы примирены через Мессию, потому мы посланцы Мессия, то есть Бог взывает к людям через нас. Мы же взываем от имени Мессия. Примиритесь с Богом. Бог сделал этого безгрешного человека жертвоприношением за наши грехи, чтобы в союзе с ним мы могли в полной мере присоединиться к Божьей праведности. О, как замечательно. Через союз с Мессией, с Иисусом Христом мы присоединяемся к Божьей праведности. А праведность, как мы поняли, данная нам через нашу веру. Что, на этом все. По Божьей воле мы потом продолжим следующую главу. Но я думаю, что то, что мы услышали сегодня, было для нас полезно и назидательно. Пусть вас Бог благословит. Давайте мы будем молиться. Слава Господу! Спасибо тебе, наш милосердный Небесный Отец. Я благодарен тебе за это небольшое обучение твоему слову. И пускай слова, которые мы сегодня слышали, они растворятся в нашем сердце с еще большей верой в Господь. Пусть сегодня мы больше будем возрастать в том спасении и в той вере, которая однажды была дарована нам через Твою благодать. И пускай наши сердца будут преисполняться этим маслом, Господь, этим помазанием Святого Духа, Господь, который Ты обещал всякому верующему в Тебя, Господь. Спасибо тебе, Боже, всемогущим. Дай любовь в сердце мне, молю, аллилуйя, в сердце мне, чтоб любил я. Благодарю Тебя, Господь, в сердце. Аминь.